Даже когда вы что-то закачиваете на YouTube и эти видео монетизируются, это считается коммерческим использованием дрона. Здравствуйте, ребята! Я сегодня, ну так сказать, работаю из дома, но я, конечно, сейчас поеду домой, дальше как бы за компьютер сяду рабочий, но я съездил в Мористаун, город Нью-Джерси, то есть город Мористаун, штат Нью-Джерси, естественно. Здесь находится Мористаун аэропорт муниципальный. Что я здесь сделал? Я здесь только что сдал тест FAA, экзамен FAA на коммерческую лицензию управления дроном. Так что в течение 48 часов результат моего теста я получил 90% из 100, проходной балл 70%. То есть я его сдал успешно, хорошо. В течение двух дней, 48 часов, результат придет в Federal Aviation Administration. И я смогу получить онлайн временный сертификат, уже коммерческий сертификат на управление дроном. И, в общем-то, могу начать зарабатывать деньги, если я найду, каким образом это делать и найду какую-то нишу. Ну и если уж так судить... На самом деле, то есть по точным буквам закона, даже когда вы что-то закачиваете на YouTube, и эти видео монетизируются, даже там копеечные, там доллар, два, три видео приносят, это считается коммерческим использованием дрона. То есть абсолютное большинство ютуберов используют сейчас дроны. И пока FAA до них не докапывается, потому что, ну, это слишком мелко. Но это как бы немножечко как бы серая такая зона в законе. То есть на самом деле закачивание на YouTube и доход, даже маленький копеечный доход от рекламы, это заработок денег. А раз это заработок денег, значит это коммерческое использование дронов. Неважно, сколько ты заработаешь, даже если ничего. Так как YouTube, по сути, тоже является коммерческой платформой, которая как бы на нас зарабатывает деньги, даже если мы не заработали. То, соответственно, это считается коммерческим использованием. Очень много мест, где можно сдать этот экзамен. Вот я выбрал ближайшее как бы к моему дому. Тут компания называется, школа называется вот American Flyers. Их много. И так как экзамен проводит не само FAA, а аккредитованные школы, то это не государственные конторы, соответственно, там нету большой бюрократии и долгого ожидания. Я позвонил, и я буквально, я мог назначить прям даже на тот же день, через пару часов после звонка. Ну, я назначил через два дня. Я позвонил в понедельник, а сегодня вот среда. Я назначил на среду на 11 часов. Ну и вот, соответственно, сюда приехал и сдал этот экзамен. Так что теперь я как бы полностью, законно могу загружать видео даже на тот же YouTube. Но дело не в YouTube. Попробую посмотреть, что из этого будет. Так как эта индустрия, она, в общем-то, относительно новая. Ну и, соответственно, она только развивается. Очень много кто приходит в эту индустрию, но она еще не настолько распространена. То есть, ну, попробуем, что можно из этого вообще выудить. Будет видно. Так что вот такие вот новости, ребята. Я вам желаю всего хорошего. Увидимся. До следующих встреч. Теперь я официальный, так сказать, пилот. Пилот Unmanned Aircraft. Пилот, то есть, беспилотного устройства. Так это называется. То есть, по-английски это называется Unmanned Aircraft Pilot in Command. В общем, посмотрим, что из этого будет. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok